Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Телезрители, здравствуйте! У нас нет телезрителей. С утра и работает. У кого доброго, у кого не очень. Узурпатор. Я? Ты. Почему? Потому что заставляешь мой выходной день носить какие-то... Я не заставлял тебя, ты же сам пошел. Работать надо. Так, у нас, кстати, дело такое. Мы вчера картошечку не запекли. Делаем это с утра. Вот она там уже лежит. Кстати, доброе утро всем. Да, я же поздоровался. Там у нас сколько? 8 или 9 картошин закинули мы. Доброе утро. Мы сегодня так шикарно спали. Втроем на диване. Он такой широкий вообще, да, Саш? Ну, классно. Я не знаю, как тебе, у меня было много места. Она, мне кажется, вообще спала как королева. Денис с Мишей спали в отдельной комнате. На надувном матрасике. Да. Так все нормально, мы выспались. Поляну мы вчера, правда, не убрали. Она так и у нас осталась стоять. Ну, ладно. Мы дома, да. В общем, решили поправить качели. Только в этот раз они будут из досок. Кстати, шикарно. Какие спинки большие, посмотри. Только взрослым садиться нельзя. Почему нельзя? Да можно здесь и взрослым садиться. У кого полупаются трубы. Непр. 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 Нормально все будет. Дело хозяйское. До конца не крути примеры. Хороший. Потом потянет меня. Главное, приживу липки. Внутри. Завелки. Звук! Звук! Звук. Звук! Звук. Звук! Посерединке. Так, давайте, да. По контролям. Вы обратили внимание? Здесь. Вы обратили внимание, как только камера включается, Саша сразу начинает давать дельные советы. Это ты мог только это заметить. Актер просто. Актер неизбывший. Нет, это пока. Вырезаем. Тут есть у нас лучше. Хорошо. А вот дайте вот эту пластиночку. Красота? Ну свежее. Там телефон твой. Жена звонит. На вопрос, Саш, будем отвечать? Отвечай. Смотри, Любовь-Любовь спрашивает. Ребят, как там мама разобралась с велосипедом без травм? Просто во влоге она переживала за скоростью тормоза. Мама отлично справилась с велосипедом. с велосипедом. Она уже ездила в лес кататься. Да, в лес легко, да? Я не знаю, даже куда. Присылала фотографии. Все круто. Она разобралась. По трассам, конечно, она еще так не гоняет. Но там, где безлюдно и хорошо, она ездит, ей нравится. Да. И вот еще был вопрос от Юли Быковской. В каком городе или стране хотели бы жить? Помимо Германии и почему? Ну, это очевидный ответ. Почему? Австралия или Испания? Да. Про Австралию мы уже рассказывали, что это моя мечта была. Но мы... На которую я тебя навеял. На которую меня Саша навеял. Но мы ничего для этого не делаем. Так что вряд ли у нас это получится, да? Ну, в ближайшее время, в таком случае. А чем дальше, тем потом труднее осуществить это все дело. А вот Испания выглядит вполне себе реально. Оно тут все рядом. Возможно, когда-нибудь переедем. Вот мы, кажется, такие люди, да, Саша, которым надоедает одно и то же место. И я не верю, что мы всю жизнь прям проживем здесь, даже при хорошем стечении обстоятельств. Сейчас как-то просто устаканилось очень многое в жизни. Не знаю. А хочется движухи, да? Да. Ну, вот это вот дача. Какие-то вот работа стабильная, там еще что-то. То есть, тебе не хочется уже движухи? Нет, оно мешает оторваться от этого. Это факт, да. Это факт. Просто такие приятные ощущения, такие прикольные по-своему. Когда ты переезжаешь в другую страну, да блин, даже город, мне кажется, и то классно, а страну так вообще классно, супер. Когда ты ничего не знаешь, вместе изучаешь, там, пытаешься, устраиваешься. Это классное впечатление, эмоции, мне очень нравится. Звонил Миша. Короче, Миша нас заболел после дачи. Ну, в принципе, он уже вчера себя плохо чувствовал немножко, но сегодня вот его что-то скосило в машине. Сейчас подберем ему какие-то лекарства, я отвезу. Он непонятный какой-то, у меня такой простамол есть. Он не жалуется ни на кашель, ни на горло. Кашель он жаловался, он сказал, что уже как справился с этим. Сейчас его просто в жар, в холод бросаешь, что-то такое, не знаю. Температура поднялась, наверное. Надо какую-то, чтобы температуру понизило и симптомы, может, там немножко. Мед у него вроде есть, варенье, наверное, тоже. А грабусник эти уже дала, нет? А, да, и грабусник, да, Миша, по-моему, я тебя жду. Я еще не дала? Нет. И еще смотрите, что у меня тут. Сегодня же день папы, и Миланочка приготовила мне подарочек. Даже каких-то два подарочка. Сейчас я их буду открывать и посмотрю. Спасибо, Миланочка, за поздравления. Пожалуйста. Ты в садике делала? Да? Давайте откроем, что там. Один званчик, а один без спать. Который первый открывать? Вот этот. Вот этот. Тогда аккуратно это может сломаться. Может сломаться даже? Да, аккуратно. Бантиком было. Вот здесь скотчем заклеено. Скотч можно рвать? Ну, да. Аккуратно сказали тебе, может, ножничками надо было? Ах! Валя! Это сюрприз. Это медвежонок какой-то с сердечком. Какой миленький. Это ты сама рисовала? Он держит сердечко. Вау! Написано что-то, нет? Ты еще пока не умеешь, да? Только Милана. Спасибо. Так, а втором? Наверное, втором будет тебе смешно. Смешно будет? Ну да. А мне это будет красиво. А здесь тебе будет смешно и красиво. Смешно. Да. Два сердечка. Один мальчик, другая девочка. Да. Это ты и я? Да. Мы целуемся. Мы целуемся? А, если закрываешь? А, да. Если закрываешься, они целуются. Супер идея, Милана, кто придумал? Я. Сама? Сама? Честно. Гениально, Милан. Ой, молодец. Бусеньку. Теперь мы по-настоящему поцеловались. Спасибо. Вот такой вот подарочек на папин день от любимой доченьки моей. Ой, какой девочкой. Так, надо сдачи переодеться, Милана, все грязные. Да. А я сейчас уезжаю в баню. Милана тоже едет. А, Милана тоже едет. Давай, быстренько пододевайся, поехали в баню. Мы сейчас не будем переодеваться, просто чистую одежду положим, чтобы после бани одеть, да? Да. Ну, да? Все, я пойду собирать Милану, держи. И градусник для Миши. Ну что ж, мы с Миланой в пути, едем в баню. Пацаны отказались ехать, так что у меня сегодня компаньон только моя доченька, Милана. Она, кстати, последние разы, когда мы раньше парились, очень хорошо уже парилась, и большая умничка в этом плане. Но мы, на самом деле, давно не были в бане. С тех пор, как умер хозяин той бани, в которую мы ездили. Если вы старые влоги смотрели, то знаете, о чем я говорю. Мы чисто психологически не могли никак решиться, нам тяжело. Но вот сегодня мы решили поехать. Еще хотели взять с собой Дениса и Мишу, но Миша заболел, и поэтому, наверное, все-таки поедем старой нашей компанией. Володя, теща, я и Миланочка. Тимур обещал, что в следующий раз тоже поедет. Сейчас для Миши я везу парацетамол. Взял ему парацетамол. Везу ему градусник, чтобы он контролировал свою температуру. И везу ему баночку меда. В общем, так, на первое время. Но потом будем отслеживать, как он себя чувствует, поддерживать его здесь. Чем сможем, тем поможем. Друзей, как говорится, в обиде не бросим. Как-то так. Миланочка, что ты там еще с собой взяла? Кого расскажи? Твою апельсинку. Апельсинку взяла с собой? Да. Апельсинка тоже в баню пойдет? Да. И будет париться? Да. Ого. А может, она еще маленькая для бани? Нет? Не маленькая. Ну, апельсинка, держись. Температуру не замерял? Я тебя поснимаю немножко, чтобы показать себя, какой ты бываешь. Какая ваша жизнь нелегкая. Держи. Мед. Градусник, чтобы ты контролировал свою температуру. И вот это, может быть, поможет на первых парах. Потом будем смотреть завтра что-как. Что-нибудь купим. Добить или помочь. Как тебе? Дай потрогаю хоть лоб. Ну, ты знаешь, не горячий. Ты сбивал уже чем-то? Ну, я бы выпил вот это. С переноса это все. Я бы не сказал, что у тебя горячий лоб сильно. Ясно. А вы чтобы собрать? Все, сейчас поедем, да. Ты один лиц совсем? С Миланкой только. Володя уже там. Да? Ну. А сколько времени? Только без пятнадцати четыре. Ну, нормально. Ну что, ты давай высыпайся, отдыхай. А мы поехали в баню. Созвонимся. Давай. Ну что ж, раз уж у нас развалилась сегодня компания, непредвиденный случай, я решил набрать маме и предложить ей тоже поехать в баню с нами. Она обычно отказывается, я ей раньше, по-моему, предлагал. У нее постоянно были какие-то отговорки по этому поводу. Но вот решил сейчас еще раз набрать. И вроде бы мама так помялась, помялась, но вроде согласилась. Так что сейчас быстренько с Миланочкой заберем мою маму и компания наша немножко расширится. Чуть-чуть будет повеселей. Ну что ж, айда, вперед за мамой. О, кстати, Милашка спит. Я даже не заметил. Смотрите-ка. Ну что ж, ребята, первый заход в баню я уже сделал. Немножко было страшно. Думаю, может быть, с первого раза не почувствую этого удовольствия. Все-таки давно не ходил. Блин, вообще кайфово посидел просто. С большим удовольствием. Значит, все нормально. Значит, организм хотел и ждал этого момента. На улице свежо, ветерок, березки. Ух, просто прелесть. Первый раз, конечно же, я не парюсь. Я раза два-три захожу без веника. Сначала прогреваю тело, даю ему привыкнуть к жаре. И потом где-то с четвертого-пятого раза я начинаю париться. Так что, блин, по кайфу. Все, кто имеет возможность ходить в баню, я вам, честно говоря, завидую. Вы имеете такое, что я хотел бы иметь на даче, но не могу. По правилам не положено. Ну что ж, с легким паром меня еще раз. Если вы уже писали, то спасибо. Но мы продолжаем париться. Все здорово. С легким паром. С легким паром у вас. Да. Все, мы закончили. Ну как, мам, не жалею, что съездила? Спасибо, сынок, да. Поехали. С легким паром. А, Милочка, легким паром. Не забудь ты этот. Нам подарили щавель. Дали набрать, точнее, самим в огороде. Ну, спасибо, Баньки. Скоро увидимся еще. Спасибо, Баньки, да. В халатик все положили. В халатик все. Скуночки, где папе? Ой, какой расслабон, ребята, вы не представляете. Сейчас отвезу маму домой, заеду еще на дачу. Мы забыли рыбу забрать. Домой надо отвезти. И проблема в том, что я сегодня, похоже, не смонтирую влог, потому что я уже очень раскис после бани и уже поздно. А завтра на работу. Ты рассказал, что сегодня папа дэй? Ну да, да, они знают. А, Милашка, как напарилась? Милашка медом, солькой. И медом, и солькой. Все, завтра все пчелки ее. На, Мила. Вот молодец, выросите нам. Банщица, да? Да, кулежанка наша. Будет папку старого парить? Да, всех перепарить. Миланочка сказала, будет мне белье стирать, когда бабушка будет старенькая, да? О, вот молодец. Я говорю, пойдем белье стирать. Я говорю, давай, не хочу. Я говорю, когда я буду старенькая, будешь мне стирать буду? Я говорю, хорошо. Ну все, всем пока, мы уезжаем на своей машине. А, да. Спасибо, Людмила. Да, и вам. Все. Хорошего вечера, пока. А щавель я заберу, потом посажу. Не, не этот. Корень, хорошо. Корень, в субботу я привезу, посажу. Ладно, ребят, на этом будет сегодня заканчиваться наш день. Спасибо, что провели его с нами. Увидимся с вами завтра. Ну, а позапрошенный влог явно вышел с опозданием, потому что я сегодня уже чисто физически его реально не смонтирую. всем пока. Не забывайте подписываться, писать комментарии и еще раз с легким паром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok